Учитель в России Важная роль педагога сегодня, ведущего своего ученика, к знаниям, истине, духовным ценностям. Педагог не просто дает знания, он формирует личность ребенка, будущего гражданина своей страны. Ставелева Любовь Александровна приходит на работу в 7.30 утра, ведет уроки и факультатива, не всегда успевает даже пообедать, а еще нужно найти время, чтобы проверить тетради. Учитель английского языка высшей категории в 21-й школе, президент Ульяновской ассоциации преподавателей английского языка, тренер по международной коммуникации, все это о ней, хрупкой женщине, чье трудолюбие и стремление к знаниям за 12 лет работы стало примером не только для учеников, но и коллег. Я пришла сразу в 21-ю школу, так сложилась, рядом жила, и здесь требовалось как раз учить еще и английского языка. И мне так понравилось, как здесь приняли педагоги, наставники, Людмила Геннадьевна открыла передо мной такие двери, и такая поддержка была, что вот уже 12 лет работаю здесь учителем английского языка. К 8 утра в классе появляются дети. Школьники рассаживаются на привычные места, включают компьютеры, достают все необходимое, из рюкзаков приступают к занятиям. Хороший учитель английского языка должен в совершенстве владеть языком, знать основы и методики преподавания, а самое главное быть психологом и бережно относиться к своим ученикам. Главная методика преподавания нашего учителя – игровой подход. Так, сложные задания ребятам даются легче, а постоянный разговор на английском языке в течение урока закрепляет полученные знания. Кроме этого, по мнению Любови Александровны, для детей важен личный пример учителя и то, что он не тратит их время впустую. Детей невозможно обмануть. Я общаться стараюсь с ними на равных. У нас деловое общение. Я принимаю их абсолютно равными себе. Просто у них, может быть, не такой пока кругозор, но мы стараемся с ними поставить себе четкую цель, что да, я хочу стать и делать как вы. Понаблюдав несколько уроков, я сама попробовала провести урок английского языка у девятых классов. Так, ребята, я сейчас вам раздам листочки, раздам фломастеры, и вы напишите на листочках, кто ваш лучший друг, да, «My best friend is» и так далее. Дальше пару минут вам подготовиться, и затем каждый из вас встает, представляется, показывает листочек и небольшой рассказ о вашем мире. Хорошо? Все поняли, да? Отлично. Отведя несколько уроков в первой половине дня, у преподавателя появляется окно в расписании. В это время есть возможность заняться заполнением электронного дневника и разбором методических материалов. Справляться с большим объемом работы Любови Савельевой помогает жесткий тайм-менеджмент. Ну, у меня четкий тайм-менеджмент. Я очень пунктуальный человек. Если я себе записала в блокнот, что нужно что-то сделать, обязательно не откладывая в долгий ящик. Это нужно сделать здесь и сейчас. Если возникают какие-то непредвиденные дела, то тоже стараюсь сразу включать в график и следовать. Я хочу сказать, что освобождаюсь я каждый день в 6 часов, так же, как и моя семья. Учитель постоянно должен совершенствоваться в профессии и впитывать в себя все новое, как губка. Ну, нет предела совершенства. Также ежегодно стремлюсь повышать свой уровень мастерства. Да, стараюсь у более опытных педагогов учиться, посещать их уроки. В нашем коллективе очень хороший коллектив в школе номер 21. Людмила Геннадьевна, директор нашей школы, она просто посвящает себя росту профессиональных педагогов. И ее большая роль в моем профессиональном становлении. Она нас всех мотивирует, поддерживает все наши идеи, проекты. Чтобы быть интересным своим ученикам, преподавателю нужно быть гибким, готовым к изменениям, делиться опытом своих успешных проб и находок. Сейчас, являясь президентом ассоциации учителя английского языка, мы как раз осуществляем большой такой поиск приемов, методов, технологий, как выстроить индивидуальные треки развития каждого ученика и учителя в том числе. Потому что ребенок каждый, он должен понимать, в чем у него затруднения, что они вообще есть, эти затруднения, и захотел их преодолеть. После обеда у одних преподавателей продолжаются уроки с учениками в классах, у других – факультативы. Любовь Александровна уже больше 10 лет ведет клуб интернациональной дружбы. Ребята общаются со студентами из разных стран посредством писем и телемостов, а также выезды в делегации за пределы страны. Дети вместе с руководителем проводят исследовательские работы и выступают с докладами на конференциях в разных странах. Дети, выходя за пределы урока, в принципе, у них нет возможности практиковать английский язык за пределами школы, нет носителя языка, которым с ними это делал. И родилась идея создать такой клуб по интересам, куда бы могли приходить дети, и мы общались бы с иностранцами. Потому что после стажировки у меня осталось очень много друзей в разных странах англоязычных, и они были согласны проводить со мной такие вот телемосты, просто чтобы у детей была возможность побывать на английском языке. Любовь Савельева – двукратный победитель Всероссийского конкурса лучших учителей, победитель областного этапа и лауреат федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2013». Успехами своих сотрудников гордится вся школа. Учебное заведение уже на протяжении последних трех лет входит в топ-25 лучших школ Ульяновской области, обеспечивающих высокое качество подготовки обучающихся. Среди учителей, которые у нас работают в школе, работают они с высшей категории, с первой категории, молодые специалисты, их шесть человек, за которыми закреплены наставники, которые работают творчески. Среди этого состава учителей три заслуженных учителя Российской Федерации, четыре педагога, которые приняли активное участие в проекте. Это национальное образование, это очень важно. Учитель должен не просто стремиться к результату, а быть искренне заинтересован в дальнейшей судьбе своих учеников, в том, чтобы каждый захотел учить его предмет и применять знания в жизни. Выпускники не только моих уроков, но и клуба, они демонстрируют большую высокую готовность к межкультурному диалогу. Что это означает? Это значит, что они могут общаться, свободно себя чувствуют с ребятами не только разных культур, но и разного возраста, разного происхождения, разного опыта. Савелия и Любовь Александровна ученики не просто уважают, а ценят и любят, как вторую маму. Уроки с ней проходят в игровой форме. Мне очень нравится присутствовать на таких уроках. Мы всегда получаем новую полезную информацию, изучаем иностранный язык. Я перешла в эту школу с пятого класса и моим классным руководителем мне очень повезло, стала Любовь Александровна. Помимо того, что она прекрасный учитель английского языка, она очень хороший классный руководитель. В этой жизни все начинается с учителя. По словам молодого, но уже успешного и известного за пределами области педагога Савельевой, учителем может стать не каждый человек. Это призвание. На самом деле это призвание. Как бы сложно ни было, порой даже хочется, да, вот все уже нет сил, вот нужно отдохнуть. Но что-то происходит в сознании каждый раз, что какие-то силы появляются, потому что ты, мне кажется, чувствуешь какую-то миссию, которую ты несешь в этом мире, вне зависимости от тех условий разных. Завтра в классе иностранных языков день презентации, поэтому вечером, когда дети уже дома, в классе также кипит работа. Любови Александровне нужно передвинуть парты, установить новую программу на компьютер и еще сделать кучу всяких мелочей. Вот так заканчивается один день из жизни учителя. Учитель – это посредник между общекультурным опытом человечества и новым, подрастающим поколением. Учитель – это не просто профессия, а призвание, которому человек посвящает всю свою жизнь без остатка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова